Мы на месте. Мы приветствуем Ольгу. Интересуемся, готова ли она к проверке? Доверить ли она нам свой биополин на период сеанса? Она шепчет, готова, показывает на горло. Что там на горле? У меня такая белая оболочка стоит, ее животным ставят иногда, такую белую, на лицо заходит, которая... Понял, сейчас увидел. Как воронка такая. Да-да-да, как воронка, хорошо. Сканер, просканируй сейчас Ольгу, отключи эту подключку, включая все сопутствующие этой подключки, чипы, датчики, импланты, конвекторы. Сканер их видит, выключает все и выводит. Конструкция выходит, зависает перед Ольгой. На шее у нее как застегнута, ободком. Готова. Отправляю это в клетку-тюрьму. Даю команду. На счет три сканера сканирует пространство над головой Ольги, под ногами 360 градусов вокруг нее. Действие энергии притягивается в клетку-тюрьму и становится ее заложниками. Один, два, три. Сканер сканирует все семь тонких тел Ольги, находит все. У нее из-под ног выходят какие-то следы. Это не воронка, но это как пластины такие, из-под ног выходят. И куда они идут? К клетку. Она через них теряет силы. Притянулся гуманоид к этому белой воронке с головы. С головы. Это ошейник это, да? Да, к этой ошейнике скажи. Хорошо. А пластина откуда? Кто к ней притягивается? Демон. Демон. Какой у нас демон? Двенадцать. Не понял? Тринадцать. Тринадцать герц. Хорошо. Снимаются маски и голограммы. Сущности предстоит согласно своему эфирному коду ДНК. Выстрая каналы от сущностей, если они с кем-то связаны, они притягиваются в эту клетку-тюрьму. Да, будет так, а так и есть. Никто не притянулся. Демон в недоумении. Почему он здесь? Он не понимает, где он. Откуда эти пластины в этих ногах? Ты в шаге от уничтожения, демон. Не знаю, кто она такая. В ловушку, наверное, мою попало. Где она попала в твою ловушку? Показывай. Ставим монитор. Больница? Да, это больница. И у него такая, как ковер расстелен, сетка. Перед входом. Конечно. Коридор. Сколько находится эта пластина в биополе? В понедельник идет слово. Неделю, то есть. Откуда гуманоид? В полеон. Сколько ты находишься в этом биополе? Десять дней. На каком основании ты находишься в этом биополе? Как произошла подключка? Два вопроса. Он показывает вот эту белую ошейник. Он по частям подключал. Он как капли кидает и окутывает горло одно за другой. Какой целью? Целью порабощения. Много чего можно вытянуть с этого экземпляра. И знания, и энергии дальнейшей подключки через нее. Ты на какое-то учение пришел? Подключился? На какой-то эгрегор? Через него пришел? Скажу, что пришел из устройств информационных сетей. Очень легко к вам подключаться через них. Особенно, когда наивно все поглощаете. Ну, это не все делают. Начнем с этого. Какое именно учение? Ты зашел. Как оно у нас на Земле называется? Какое информационное? Не учение. Информационные каналы. Могу переходить с одного на другое. Я понимаю, это о чем идет речь. Подключаюсь к устройству. То есть содержание канала тебе не играет никакой роли? Играет. Этот канал должен распространять какую-то ненависть, какую-то злость, какие-то негативные вибрации. Потому что иначе у тебя нет никакого шанса зайти на какую-нибудь комедию. Итак, что она смотрела? На комедию могу. Серьезно? А вот духовные высокие вибрации мне неприятны. Опасность, опасность, опасность. Это верно. Хорошо, духовные неприятные. И почему ты не заметил никакой там защиты? У нее что, не было меркаба? У нее что, не было намерения? Она что, не заправляется энергией? Я же сказал наивности, доверия. Я не подключен к ней. Я подключен через... Гаджет. Электронное устройство к ней. И через это электронное устройство. Она доверяет ему. Хорошо, Вера, ставлю экран. Посмотри, какое там электронное устройство Ольга смотрит, которому она доверяет. Давай получим полную информацию. Иначе конца этому не будет. Постоянно одни и те же грабли. Это не связано с искусственным интеллектом? Здесь две идут нити. Телефон и, не знаю, компьютер, телевизор что это. Компьютер, скорее всего, небольшой. Видно там какая-то информация, что именно там идет? Там новости идут, там идут политические темы, там идут что именно? Или это зависимость в общем от этого гаджета? Ты знаешь, я вижу, у нее к голове идут тоже такие подсоединения, они очень тонкие. Они идут к разным интересующимся каналам, которым есть доверие. То есть там идет спокойствие и нет сомнений. Это слово я и хотел услышать. Именно те каналы, на которые у нее не возникает сомнений, да? Да. Хорошо, здесь все понятно. Это тупое принятие. Тупое принятие любой информации, слепая вера. Это называется без критического анализа. Хорошо, но в этом отношении мне в принципе нечего сказать. Начинаем тогда работу по реверсу энергии. Даю команду тонкой копии Ольги спроецировать все энергетические и сферические каналы ко всем ответственным подселенцам, ответственным за чужеродную негативную патогенную низкоаберационную энергию в ее биополе. Каналы выстраивая также канал прямой от Ольги к пластине демона и ошейнику гуманоида. Даю команду тонкой копии произвести отчуждение всей чужеродной патогенной низкоаберационной энергии откат всех негативных программ, негативных мыслеформ. Пошла энергия по каналам чужеродная по отношению к Ольге. И все, что она могла получить от них, возвращается назад. Усилие потоки в 50 раз. Что идет, посмотри. Ну, к этой конструкции такая белая энергия идет, то есть, которая сжимала ей горло. Это энергия, которая в нее проникала. Эта энергия, она вызывает рвоту. У нее вчера были проблемы с этим. Может разное быть. Это твоя энергия? Отторжение. Отторжение. Это моя энергия. Хорошо. Что идет к демону в пластины? Красная энергия. Тяжесть. Там как слои черные и красные. Нормальный демон. Ну и как демон ей было защититься от... Объясню, объясню. Давай. Красная – это моя подключка. Ковер, как вы сказали. А темная – это ее энергии, которые притягиваются к моим красным магнитам. А как иначе мне собрать негатив и вытянуть с нее? Хорошо. Я понимаю. Значит, тебе нужен какой-то полюс для того, чтобы ты мог к нему притянуться. И этот полюс является... Именно так. По твоим словам, это черная энергия. Какая именно эта энергия на вкус для тебя? Какое у нее название? Это низкие вибрации. Название любое. Понятно. Хорошо. Низкие вибрации. Ну, Ольга должна сама... Что можно вытянуть? Не было упора подключить ее. У нее были вибрации ниже твоих? Кто идет по этой красной дорожке. Вы же так это любите. Выглядит моей энергии. У них есть ограничения. Сколько герц в твоей подключке? Есть души, к которым твоя подключка никак не может прицепиться. Она просто не войдет в это биополе. В больнице? В больнице все. Я рассчитываю. Неужели не было никаких душ, которые проходили по этому ковру, и ты к ним не прицепился? Это дело времени. Сколько герц у твоего коврика на этой дорожке красной? 15. 15. Значит, у нее было ниже 15 герц, иначе ты не смог бы войти в ее биополе. Я правильно понимаю? Обреждена она была уже. По состоянию... Отличка у нее шла. От гуманоида. Понятно. Хорошо. Значит, он ее ослабил, а ты воспользовался этим. Реверс окончен. Устанавливали фильтр с золотой сеточкой на все каналы. В порядке реверса Ольга забирает чистые, светлые, божественные энергии. Обратно пошла энергия божественная. Чистая. Один, два, три. Все, что не похитили, все, что изъяли. До последней капли возвращает Ольга себя обратно. Она хозяйка своих энергий. Возвращает все свое себе обратно. Ну, идет энергия чакры. По чакрам били. Понятно. Нет, именно вишутки идет. Возвращается голубая энергия. Откуда? От ошейника? С белой. Да, с белой. Хорошо. Конечная цель твоей подключки к гуманой, чтобы она говорила то, что тебе было выгодно? Нет, подключение к другим через нее. А, то есть ты хотела из нее сделать такого рода станцию? Вещатель. Вещатель. С кем бы она ни общалась, она бы заражала этих людей твоей подключкой? Да, это удобно. Мы такие технологии у демонов видели, высокогерцовых. Удивлен, что у вас такое есть. Хорошо? Реверс окончился. Демон, что-нибудь еще осталось на твоей чистоте? Нет. Гуманоид, что-нибудь осталось, что я не вытащил? Все, вытащил. Хорошо, даю команду на рассинхронизацию Ольги с демоном, гуманоидом, пластинами демона и ошейником гуманоида. Пошла рассинхронизация до 100%, заканчивается автоматически. Готово. Включая внутренний белосвет Ольги, этим светом она выдавливает из себя все негативные патогены, низкоаборационные остаточные энергии на частотах интерферентов и их подключек. Свет пошел, энергия выходит, формируется перед ней в шар. Небольшой шар вышел. Открывая воронку в галактическое ядро, под ним уходит на переработку. Закрывая печатаю, растворяю. Иду к команду скэнеру на контрольную проверку. Пошла проверка. Чисто. Подхожу к Ольге, помогая моей энергии отстегнуть ей все каналы на счет 3-1-2-3. Удар. Отлетают каналы. Открывая воронку в галактическое ядро, канал улетает на переработку. Закрывая печатаю, растворяю. Готово. Под этой пластиной демона, открывая воронку в галактическое ядро. 1-2-3. Она уходит на переработку. Закрываю, печатаю, растворяю. Есть. Демон, ты один там на входе караулишь? Я могу за себя только сказать. Не на входе, в коридоре. Хорошо, в коридоре. Я тебя просто предупреждаю. Если ты не хочешь еще раз со мной встретиться здесь, второй раз я очень недружелюбный, не подключайся к Ольге. Она работает со мной, она наш сотрудник. Соответственно, я тебя найду за 3 секунды. Если я тебя найду и вытащу, ты не отключишься до того момента, когда я тебя найду. Ты пожалеешь. Здесь очень много демонов стояло. Можно вести справки, чем это заканчивается второй раз. Тебе это понятно? Да, мне понятно. Не подключался я к ней. Сказала же для всех. Она там. Хорошо, я тебя притянул. Для меня это подключка. Все понятно? Да. Открывается внизу портал против часовой стрелки на чистоте демона и уходит на свою чистоту. Закрывая печат и растворяя. Готово. Я прошу Ли выйти со мной на связь. Приветствую. Приветствуйте, Ли. У меня здесь гуманоид Сариона. Сидел 10 дней в Ольге. Установил ошейник. Она подключилась через дигитальные гаджеты, то есть телефон или компьютер. Через просмотр каких-то определенных каналов, которым она доверяет. И где нет критического мышления, соответственно, он смог как-то и подкидывать эту энергию. Сегодня мы его вытащили. Он 10 дней находился. Этот ошейник и гуманоид в клетке. Заберем его на проверку. Ошейник уничтожить. Под ошейником открывая воронку в галактическое ядро, он уходит на переработку. Закрывая печат и растворяя. Готово. Хорошо. Посмотри, сколько энергии нужно у Ольги и какая частота вибрации. 390. Да. 26. Значит, ремакушка головы Ольги начинает поступать 7 высокоибрационных потоков по 390% каждый. 1, 2, 3. Потоки пошли. Наполняет, усиливает. Все необходимые ей цвета начинают поступать. Мощность потоков усиливается. Частота вибрации поднимается до 26 Гц. Пошел подъем. И даем ей еще поток ангельской энергии. Готово. Синхронизируется энергия вибрации, гармонизируется, распределяется, усваивается наиболее эффективным образом. 1, 2, 3. Хорошо, Ольга, мы закончили твою проверку. Как ты себя чувствуешь? Здорово чувствую. Много энергии вибрирует все. Ты поняла все свои ошибки? Каждый раз учусь. Будем возвращать тебя назад. Для усвоения энергии вибрации возвращаем тонкую копию Ольги в ее систему Биоробот Душа. Заводим, подключаем к каждому органу каждой клеточке. Извилинки головного мозга проходит полная синхронизация и гармонизация между физическим биороботом и энергетическими тонкими телами. Готово. Отключайся от объекта, поднимайся в комнате диагностики. Пошел подъем. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...